В Архангельске впервые пройдет международный молодежный форум «Арктика. Территория смыслом». Старт ему будет дан 27 марта. Место дислокации – палаточный лагерь на лыжном стадионе в Малых Карелах. Соберется почти 200 участников с разных регионов России и зарубежья. В числе делегатов – граждане Канады, США, скандинавских стран. На площадках форума они будут обсуждать вопросы развития арктических территорий. Любые всероссийские международные мероприятия, они развивают территорию, развивают инфраструктуру территории. Для проведения этого форума мы должны выполнять определенное техническое задание. Обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на территории форума с максимальной пропускной способностью 1,5 гигабита в секунду. И обеспечить наличие санитарных блоков. В САФО заканчивается подготовка к Международному арктическому форуму. Уже готов пресс-центр и помещение в главном корпусе. Заканчивается отделка актового зала и строительство выставочного центра. На проведение университета в соответствии статусу главной площадки форума ушло 3 месяца круглосуточной работы и 400 миллионов рублей. После проведения ремонта это помещение на период форума мы передаем Роскомпрессу. Общая площадь передаваемых помещений 46 тысяч квадратных метров. В Архангельске состоялся третий телевизионный сезон региональной олимпиады наследники Ломоносова. В этом году полуфинальные игры получили тему освоения Арктики забытой экспедиции, что вполне созвучно с главным событием весны. В конце марта столица региона будет принимать участников Международного арктического форума. Тема Арктики ребятам понравилась. Хотя изучить все при подготовке к играм, конечно, оказалось нереально. Было два вопроса из 150, которые мы не знали. Например, численность населения новой земли без учета коренного населения в 1930 году. Сейчас мы выяснили, что численность населения новой земли составляет около 2000 человек. Девять победителей примут участие в финальном этапе областной гуманитарной олимпиады наследники Ломоносова, который пройдет в мае. По итогам этих игр призовая тройка получит право на участие в телевизионном проекте Первого канала «Умники и умницы». В эти выходные в Архангельске в гостиных дворах прошла презентация фотоальбома «Братья и сестры». Это издание подготовили тележурналисты канала «Россия-24» Зинаида Курбатова и Леонид Арончиков. С творческой экспедицией они побывали в Лешиконии, Мизене, Устьянском, Холмогорском районе, на Пинежской земле. И создали большой публицистический проект о людях с северной глубинки. Издание увидело свет при поддержке губернатора Игоря Орлова. Это дань, это приношение нашему русскому северу, это наше уважение, восхищение этим краем, этими жителями и вами. Вы знаете, этот альбом, он на самом деле такой сигнал, сигнал того, что мы находимся, ведь являемся детьми не айфонов, небоскребов и бетонных набережных. Мы дети деревни, которая создавала Русь. Общегородской субботник провели в Архангельске. Участие в массовой уборке областного центра от снега и наледи приняли почти три сотни горожан. В их числе сотрудники УФСИН, МЧС, судебные приставы, работники городской администрации. Взял лопату в руки и глава Архангельска Игорь Годзиш. Основная задача для организованной, скажем так, части, это уборка наших пешеходных дом, уборка вокруг памятников, памятных мест. Безусловно, Чумбаровка, безусловно, набережная. В первую очередь, наши скверы. Игорь Годзиш вручил благодарности работникам водоканала, которые 4 и 5 марта самоотверженно устраняли аварию на тысячники. Градоначальник высоко оценил их работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем работника коммунального хозяйства, который отмечался в минувшие выходные. Всегда работая вместе с ребятами, выезжая на все аварии, видел, что это за труд. Знаю, насколько всегда любой работник водоканала, любой работник вообще сферы энергетики, связанной с коммунальным хозяйством, находится под прессингом. Хотя это те люди, которые непосредственно приносят в дома наших горожан и тепло, и свет, и воду. Это как раз то, что называется, собственно говоря, комфортно. В Цыгломинском храме без звонницы появились колокола. Их общий вес – 70 килограммов, и пока они временно установлены прямо у входа в храм на специальной деревянной конструкции. Средство на приобретение колоколов пожертвовала семья прихожан. По словам настоятеля храма отца Феликса Самарокова, летом планируется построить постоянную звонницу в виде беседки рядом с храмом. Отметим, что появление колоколов в Цыгломинской церкви совпало со столетием приобретения иконы Державной Божьей Матери, главной иконы храма. В настоящее время люди изготавливают колокола, они служат своей целью, проставляют имя Божие, напоминают людям о вечности, о смысле жизни, о Боге. Также они служат для того, чтобы призывать людей на богослужение, напоминают о том, что сейчас в храме идет служба. В Архангельске завершился фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец». За неделю на ледовых аренах столицы Поморья и лыжном стадионе в Малых Карелах было разыграно 156 комплектов медалей. Спортсмены Архангельской области взошли на пьедестал почета во всех видах программы. Такого уровня соревнования у нас прошли впервые. В четырех видах спорта участвовало у нас 655 участников. Участники были с Москвы, с Онеги у нас, с Котласа, с Челябинска, с Удмуртии, с Перми. Но, конечно, основную массу медалей завивали спортсмены из Архангельска. Если в лыжных гонках, биатлоне и особенно конькобежном спорте северяне изначально рассчитывали на награды, то выступление архангельских спортсменов в шорт-треке приятно удивило. Этот вид дебютировал на Поморской земле. Однако наши конькобежцы смогли взять сразу 10 наград. Три из них – высшие пробы. Два золота завоевал Савелий Алмазов, одно положила в копилку команды Анастасия Дроздова. В Наринмаре трехлетию воссоединения Крыма с Россией посвятили ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах. Они проводятся каждый год на Кубок Героя Советского Союза Артура Челенгарова. Отважный полярник лично открывает заезды. В этом году участвовало 56 человек, в том числе 15 женщин. Новинка сезона – заезды юниоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова